Привет всем любителям стратегических игр! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Враама Линкольна в 7th Civilization 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Господи, почти равен богу. Но подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к ней, ссылка в прикрепленном комментарии, там на весь плейлист, в общем-то, и начнёте всё по порядку смотреть. А спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и давайте продолжать. В общем-то, мы вышли из бухты, мы вышли в линейную пехоту. Сейчас ещё постепенно во рту перейдём, но я уже линейную пехоту делаю армиями. Так, плюс, вы знаете, надо купить, я думаю, военного инженера, чтобы строить железные дороги уже следующим ходом. Строить можно будет купить час, чтобы можно следующим ходом было их начинать строить. Железа у меня дофига, угля дофига, так что железные дороги будут в тему. Так, ну чё, ребят, строим театр. Убьют же... Убьют же нашего Авраамчика Линкольнчика... Лиль... Лиль... Линкольчика. Ну, тем не менее, ладно, строим амфитеатр. Так, вот этого линейного пехотинца надо будет... Так, как нам тут разрулить? Чё-то не соображу. Вот тут у нас точно дорога. Так, этим стоим, лечимся. Стоим, лечимся. Подходим потихоньку. Наверное, вот так. Так. Так, в принципе, я апнул... А, нам ещё будут вот эти в пушечке, надо будет апнуть. Так, этот линейный пехотинец плюс пять имеет? Имеет. А этот... По-моему, мы должны все иметь, кроме вот этого. Так что можно не проверять, просто вперёд. Тут покупаем... 410. Слушайте, это я довольно долго буду корпуса создавать. Ну, ладно, у меня уже как минимум три корпуса есть. Их вот надо лечить и вперёд вести. Угу, вот тут надо. Есть. Баллистику продвинули. Паровой двигатель открываем. Потом в баллистику идём пушки открывать. Ну и кирасиры. Ну, кирасиры я, наверное, не буду строить. Нафига мне? Так, этот давайте вот сюда. Может, ферму лучше. Нет, тут вообще есть на чём расти. Давайте, рудники. Новому Орлеану есть на каких клетках. Подожите, это почему... А это к столице относится. А, наставим столице. Оставим эту клетку столице. Блин, тут его эти миссионеры. Ладно, продолжаем деньги тырить. А я могу ещё шпиона? А, я его уже перемещаю в Рим. Подходим. Начнём с этого города, как самого большого. Потом Бандар-Брюней. И потом уже пойдём дальше как-то обращать. О, первая научная ГГшка. Наконец-то. Ну, пока не буду отправлять. Но, в принципе, надо бы. Так, в Ричмонде банк построили. Военный лагерь. Театралка на плюс три. Чё-то неохота. А вот военный лагерь я бы, наверное, построил вот здесь, вот на снегу. О, Гарарарайма. Это крутое чудо. Не знаю, что тут. Почему его занимает... Леонора с Франции, с другого континента, а не наши ребята, например, с Вавиллом. Вообще тут Леонора так неплохо расселилась на этом континенте, честно говоря. Ни в чём себе не отказывает, я смотрю. С одной стороны и хочется, типа, чтобы ещё больше юнитов получить, там, фабрику угольную. А с другой стороны, вот если в плане именно фабрики и электростанции, то в этом городе не нужно. И юнитов у нас уже дофига, я даже не знаю, нужно ли мне больше. Поэтому я бы тут не строил. Кстати, а что Медрес Санкаре даёт к этому городу науку? Ну, вообще интересненько. Ну, честно говоря, эту клетку жалко. Как и собор Святой Софии тут жалко клетку. Ладно, давайте просто и следовательские гранты пока. Какие там у нас вообще... Блин, вот это, так сказать, прикольный торговец. Я бы, наверное, даже на торговца скорее почитал. Да, вообще в Болонию можно бы завести послов, потому что... Уже довольно много универов. О, Францесс, собор Святой Софии. Ну, нам не надо он был. Нахрена? Если так, и веры, и религия распространяется. Так, железная дорога. И броненосец надо апнуть. Для того, чтобы ускорить нефть открытия, да? Угу. А, подождите. А, нет, для столеварения. Ну, кстати, можно пока не спешить. Столеварение, но все равно только четвертое будет. Так что не спешим. Так. Как нам тут... Ну, пока железную дорогу здесь ведем. Вообще, может, нам еще одного военного инженера? Давайте еще одного. Куплю, просто куплю. Деньги нам, в принципе, уже не нужны. Лечимся. 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 Пока просто стоим, я думаю. Ой, я... А, нет, давай подходить. Просто стоим. Здесь вот можно поменяться, наверное, местами. Или подождите, или мы лучше... Не, ладно, поменяюсь местами. Так. Значит, этот убирает, по-моему, да? Да. Оба. Нет, мы будем расписать религию, где хотим. А здесь в тройном оба. Так. Здесь всего два последователя православия осталось. Потом пойдем в Бандар-Брюней. Тем же заниматься. Протестантизм. Путь к спасению. Ну, у нас уже все города Рима протестантские. Протестанты с протестантами. Катикарея тоже протестантская. И Конго, по-моему, протестантская. То есть я уже... Да, троих обратил. Вот я сейчас хочу полностью православие стереть с лица земли. И я буду так доволен. Правда, тут еще вон католицизм внезапно поднял голову. Так, а я кругосветочку вообще собираюсь делать? Нанмадол. И мне еще двоих надо встретить. Не, ну тут еще эпоха долго будет. Тут нигде не высадится. Ага. Горы. Так, ну давайте думать, где мы тут хотим города ставить. Блин, ладно, пока. Не знаю, мне кажется, двоих... Двоих хватит, судя. Хотя, может, и третьего можно было. Пушки трехода. Или везти. Ладно, поведу на фронт. Тебя мне тут этот арбалет. О, собирают руинку. Канализацию ускорили. Два района прокатить. Нормально. Блин, вообще тут тулуза зашибись. Городок стоит. Второй уровень. Так, это мы что, друг друга видим? Территорию, по-моему, и юниты. Коллективная видимость. И 15% к производству при подготовке военных юнитов, если ваш союзник ведет войну. Ну, блин. Я их не произвожу, я их покупаю. Может, реально немного... Можно поставить карточку, кстати, на рукопашные юниты и несколько построить просто. А не покупать. Что там, 410? У меня реально не хватает веры. Обстреливай сколько хочешь, дорогая... Дорогой Рим Юлий Цезарь. Блин, арбалетами это, конечно, грустненько. Опа, пингалу нейтрализовали в столице. Это плохо. Это так прилично науке и культуре. Кстати, я там видел в слухах, вроде как Конго ракетостроение открыл. Так. Мы теперь урбанизированы. Общественный транспорт, военная академия, морские порты. Пока вообще рано. О, скидка в золоте и ресурсах. Ну, это то же самое, что у меня сейчас есть, а пока в ресурсах-то мне и не нужен. И пригороды можно строить. То есть, просто вот эту карточку... А, подождите, а нужна ли мне карточка на улучшение юнитов? Вообще... Вообще пушки будут. Вообще пушки будут. Так, ну мне в мобилизацию надо... Собственно, выжженная земля и две поли... Да, я, наверное, оставлю карточку на... Апгрейд юнитов. Плюс два, плюс рационализм уже 12 науки дает. Счастья нам пока не надо. Так, подтверждаем. Тут подходим вперед этой армией. Подходим вперед этой армией. Давайте как-то... Вот так сделаем. Блин, мне надо... Наверное, вот так сделаю скорее. Блин, все равно не получать. Я хотел тут купить. Ладно. Становимся сюда. Купим в этой штуке. Так, и объединим. Оружейную постройку. Куплю здесь тоже инженера. Следующим кодом, что нам надо быстрее железные дороги строить. У нас очень медленно юниты на самом деле на фронт подходят. С каким-то макаром. Так, пингалу у нас выгнали. Ой, Юлий Цезарь. А, блин, я не хочу с ним. Мед за 12 вход. Давайте примем. Купить нечего. Ну и редких веселитров мне тоже пока не нужна. Может быть, следующим ходом. С Юлием Цезарем мы не торгуем. Юлий, я не торгую. С Юлием я не торгую. Не надо улыбаться. Я... Как это? Нормально с ориентацией. Юлий, мы не торгуем. Пока высаживаемся. Надо как-то решить все-таки, где мы города ставим. Ну, кстати, да. Мне вот тут нравится. На этом озере. И здесь где-то надо решить. Не знаю, может, вот сюда просто... Вот сюда, наверное, просто поставлю. Второй. Надо пока рано апать. Или апнуть уже в броненосец. Ну, чтоб просто уже... Наверное, апну. Ускорим стали варенье. Ну, а что у нас тут есть броненосец? Что его не апнуть? Следующим ходом будем распространять. Было семь верующих, стало три. Ну, что, мы победим это православие. Вон су торговый путь. Не, не хочу. Блин, знаете, что хотел? Блин, надо было первого посла взять все-таки в Болонию трех отправить. Ладно, как бы не забыть в следующий раз. Так. Новый Орлеан. А что вообще в Монгумере остался? Какой район не построенный? Чтоб соседства было никаких. То есть мне реально соседство с правительственной площадью здесь не нужно. Поэтому я бы, наверное, в Новом Орлеане театрал или кампус. Давайте кампус сюда пока. Или вообще вон на пустынку. Я не буду эту клетку Данвилу отдавать или отдать. Хорошо, а в Данвиле какую у нас? Мы еще в Данвиле можем театралку. Ладно, давайте здесь кампус сюда тогда. Лоскарина-бабулина традиционно нам достанется. Ладно. Исследовательские гранты. Ну, что ж, он догадался по бомбарде стрелять. Юлий Цезарь, я имею ввиду. Конго осудил Корею. Но, значит, они уже прекратили войну. Конго там отбивается. Блин, в самом центре... Ой, Конго. Корея отбивается. Корея, конечно, хуже всего. В самом центре... Ее там все гнобят. Ускорили оперу и балет. Так, ну здесь, я думаю, можно ваншотать... Лучников. Боевомощь при обороне. Подводим армию. Так, здесь я, наверное, куплю сейчас бомбарду. За веру. Нет, тогда, наверное, за деньги. Мне надо только 4 селитры. Ну, 48 это занадто. Давайте 14. Я больше пока не буду ничего покупать. Сейчас чисто одну бомбарду. Хотя, кстати, еще тут надо... Ну, это за деньги военного инженера купить. Первая железная дорога? Да. Первая в мире железная дорога. Так, дальше, наверное, в Вавилон пойдем. Обращать. Пошли там, я помню, сверху были варвары. Повоюем с ними на броненосце. Так, следующим ходом будем... Этих апать. Арбалеты. Нам две пушки нужны. Блин, так как нам... О! А вот и наш братюня. Ну и как у него? 141, 182. Так-то получше. Да, он впереди на одну теху. По туризму тоже. Он третий, между прочим. Так, а поторговать у тебя чем можно? О! Красители. Продам всем 7 лошадок. Почему нет? Так, железо кто-нибудь хочет? И железо продадим. Так, все, больше пока ничего. Так, тут я купил, да, инженера? Да, купил. Тогда и военную академию еще добьем. Пригород тут пока не нужен, как и в столице. А то, что там требовало двух пригородов, мы ускорили. Ну, еще по славу летту заработали в Ереван. Ну, пока все путем. Так, инвестиции в центр коммерции. Как там у нас? Торговие. Чтобы три единицы нефти, это круто. И два золота за торговые пути. Я считаю, что это все круто. Ну что, тут вот инвестиции в центры коммерции. А вы можете сделать инвестицию в мой канал. Например, лайк поставить этому видео. Комментарии написать под видео. Стать спонсором канала. Либо суперспасибо тоже под этим видео ставить. Все поможет. Все в копилочку. Инвестиции в канал Леша играет. Ну и сейчас появляются ссылки на мои социальные сети. Или вот плашка, призывающая подписаться на канал, если вы еще не подписались. Всем спасибо за поддержку. Особенно спонсором канала, конечно же. И продолжаем нашу битву с Юлием Цезарем. Апаем. Пушечки. Раз и два. О, Лахор. Это они хотели ускорить выжженную землю. Отлично. Так, до арты у нас... Нет, до начала нефть надо будет открыть. Потому что арта на нефти работает. Так, то, что им тут больно бьется. Кстати, будет по арте, по бомбарде хреначить. Ну, нам надо подходить. Надо подходить. Он, баба... Так, кто нам тут достался? А, не, слушайте, ласкарина-бабулина кому-то другому. 500 золота на стандартной скорости дает... Ну, нашу, наверное, 300 даст. Или там, 333. И военные юниты получают 60% от грабежа морских торговых путей. Ладно, я найму. Но, наверное, использовать не буду. Чисто с кораблями пускай. Работает. Так, тут мы продолжаем. Давайте я железную дорогу в центре города еще сделаю. Так. И тут так. О, блин, я железо все продал. Это я, конечно, молодец. Придется купить сейчас. Ну, нам немного надо. Давай, я не знаю, 5 штучек куплю. Не, давайте 10 просто. Ровное число. Так же, мне надо за больше железа мне не надо продавать. Потому что оно мне требуется для постройки железной дороги. Да, тут ставлю. Подожди. Хотя тут две рыбы. Не, все равно тут. Амбар и монумент я куплю за веру. Только не сейчас, чуть попозже. Я бы тут сразу с гавани начинал. Не, с рабочего, с рабочего. Или рабочего мы тоже купим. Нет, пускай с рабочего. Персей, я не могу атаковать, да? Пойдем туда фрегатам в помощь броненосцу. Кого не убьет броненосец, добьет фрегат. Нет, все-таки, смотрите. Вот появился бы я на этом континенте, как Франция, я бы начинал сначала. Теперь понятно, почему она тут расселяется. У нее своего континента, конечно, мало было. Не очень повезло о Леоноре, то есть вся ее способность, в общем-то, и не работает. Так, а унса что дает? Или унса? Золото за перемещение на пять клеток торговых путей. Ну, такое. Кстати, я не могу еще Пингалу вернуть. Не могу. Так, Мехико. Я думаю, что Мехико можно засоюзить теперь. Отлично. И у нас будет фабрика электричества. Ну, следующим ходом до Нового Орля она будет добивать. Увидите сейчас. Так, что за чудо? Темпло-майор кто-то построил. У нас озер нету. Так что темп... А, так какая с Рима построил? Очень хорошо. Это ты мне построил. Спасибо. Спасибо. Ну, да. Дружим. Я, собственно, кроме Рима, я не собираюсь ни с кем портить отношения. Интересно, я второй Рим успею найти до того, как первый падет? Доход от мародерства и разорение торговых путей. Буду ли я ему грабить что-нибудь? Вот в чем вопрос. Ладно, надо подумать. Тут я пока ничего не собираюсь грабить. Просто ваншотаем. Идем сюда. Сюда. Так. Блин, ну тут сейчас... Вот если я сюда встану, то... А, хотя тут холм, а тут холм. Нет, тут нету холма. Но сработает по... Ладно, посмотрим. Ладно. Ладно. Военная академия полностью построена. Пригород здесь. Ну, клетка есть для пригорода. А вот вопрос, надо ли его строить. Не знаю, не хочу я почему-то рурку здесь строить. Я бы лучше здесь делал еще... Наверное, даже пушки сделаю. Потому что у нас три пушки. Пушки сделаем. Так-то корпуса линейных пехотинцев есть. А вот корпусов пушек нету. Не хочу атаковать. Снизится сила апостола. Потому что Вавилон очищу. Это же священный город, по идее, будет. И там, возможно... О, подрыв плотины. Вот это я хочу. У нас тут есть плотина. Договоримся об открытых границах. Договоримся об открытых границах. Я и собираюсь капер убить, а она еще с меня деньги просит. Да-кач, тут тяжеловатый старт. Ну, в принципе, и у меня тоже говняный старт, так что, в принципе, мы с Элианорой в равных условиях были. А, так, я хотел первый посол поставить. Вот я принудительно эту я сменю пока на первый посол. И в Болонию. Это прям 100%. До трех надо довести, чтобы универы давали науку. Куда-нибудь еще хочу первого посла. 2% культуры за каждого великого человека. Кстати, а вот этого я бы перебить. 500 культуры и союзник как раз Конго. 500 культур. Он, наверное, уже вообще где-то в конце. Оба Конго, короче, по культуре вообще прут. Очень круто. Кроме того, Конго должен был ракет... Странно, было вроде написано, что он ракетостроение открыл. Показалось, что ли? В слухах, по-моему, было написано, что Конго открыла ракетостроение. Так, ну я бы, знаете что? Я бы, наверное, реально вернул этого торговца для корпорации. Вот, лес был сгорел. Тринадцать ходов. Даракфеллера четыре хода. Ну еще немножко инвестиций. Все равно мы-то ничего нового не открыли. И дальше в мобилизацию. Или, подождите, давайте мы один ход откроем. Торговая республика нам нужна. Вообще, для создания морских юнитов можно каперы построить. Давайте торговую республику. Сменю на каперы. Сделаем, по-моему, два капера надо, да? Для электричества. Не, нормально пока. Тут ап будет у бомбарды. Этой бомбардой обстреляем этими вперед. Тут, конечно, военных лагерей расставлено. Вы посмотрите как. Мне кажется, тут без арты все-таки не взять. А какие стены в Варпине? Древние. Я бы, наверное, Арпин даже обстреливал, а не... Вот сюда становлюсь с трех клеток обстрел, да? Но, правда, это сила... Сила арбалетов. Все-таки. Ладно, пробуем. И тут с трех клеток и на болоте. Ну, тут надо вперед идти. Сила арбалетов. Программа. Программа. так еще одна пушка и эти линейные пехотинцы 3 селитры не хватает давай не 60 а 20 купим на что я хотел поменять я первый посол хотел поменять на сто процентов к морским юнитом и в общем то вот здесь капер еще надо они имея селитры h20 купил нормально плюс здесь от крестового похода кстати еще так неплохо ладно давайте лупанем по городу нормально а где еще одна пушка у меня вот фигаси у варваров 7 провинции давай давайте с ними будут разбираться французы не хочу свой броненосец царапать об это не пойми что я еще не очистил полностью посмотри там дофига конечно хотя не знаю не уверен что вавилон обращу так вот эта дамба вавилоне перебрасываем вавилон проплыва нет надо тут брать открытые границы с саладином попробуем может там пролезть так мобилизацию только надо а я уже все поставил пингалу можно вернуть домой в монтгомере ну в общем то стоим неплохо арпин еще и в осаде видите если он не восстанавливается надо подходить еще этой пушкой сюда видимо и атаковать артин можно взять вот теми силами которые у меня сейчас есть правда генерал что ж поделать дорогу начала провести может и быстрее тут сможем перемещаться так сок у нас еще несколько не в корпусах раз два три четыре скоро надо будет еще строить чтобы армии сделать так ну давайте а так не хватает селитры тут второй капер сделаем для этого рокфеллера уже получу снега прикольные пригороды будет правда опять же мини нафиг не нужны жилья дофига с другой средам конечно можно будет еду сделать тоже статую свободы не хочу хотя мы же за линкольна играем может и нужна статуя свободы я так сразу не хочу так значит нам надо еще 20 селитр сейчас чтобы двоих этих ребят строить что так флота саладина много там плавает интересно хотелось бы узнать так право прохода тесно будет проплыв кстати хотел вера еще на покупку юнитов нужно так здесь бы я все-таки купил строителя и может по момент начать просто строить ну как то так пока ладно так 20 селитры надо что-то у саладина так много селитры что он вообще без проблем продает сушить а может мне тут сразу уже корпус делать через четыре хода армия давайте корпуса сразу делать так тогда селитры мало а уже не продает смотри-ка он там кто-то еще был за может реально 51 купил сколько у нас вход 4 60 дня 51 все-таки много эти 31 купил даже корпуса за один ход строится принять конечно они даже по бомбарде не конец ударил предлагаю обмениваться не только землей на и мыслями золотом и другими жидкостями до следовать поступам хамурапи самое разумное решение вы так и делаете это правильно то есть он обгоняет по технологиям я так думаю но вообще наличие крестового похода конечно должно пугать соседей распространение моей религии но не должны мне эту бомбарду убить по моему вообще выглядит так то что я ее счастлива не беру я вообще беру его прямо сейчас вау ошибись и он даже не отваливается еще и железную дорогу до конца проведем так вот вопрос ну вот дальше тяжело да среди как стоят военные лагеря так я бы тут древние стены сразу купил так Продолжение следует... Блин, прикол, конечно, что уже сразу корпуса строятся. Благовония ухамурапия. Два золота в ход всего лишь хочет. Смешно. Не знаю, на Эбуракум. Ну, там тяжеловато, мне кажется. Ладно, сюда пока проведу. Ну, кстати, можем сюда бомбарду поставить следующим ходом и Эбуракум. Ну, надо Эбуракум тоже взять, я думаю. Так, тут у нас два первого уровня, да? Один. Надо, главное, помнить, какие мы построили корпуса, а какие мы только что сделали. Чтобы их как-то случайно не объединить. О, обратили священное место. Кайф. Наверное, сейчас кризис выпадет. Но там сложновато его будет выполнить. Хотя... 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 Йосемити и проплыва нет. Надо, наверное, имеет смысл пригород сделать. С этим что-то говорится о проходе. Может, так до Рима хоть доберусь. Впечатляющая военная мощь. Ну, я первый. Я первый по армии, кстати. Да, 1200. А второй Леянора, как ни странно. Варварский клан Волнолома основал новый город-государство Гонконг. По-моему, там что-то он прикольное нам дает при строительстве... А, проектов нет. Ну, это прикольно, в принципе, но не прямо сейчас. 15 однократно? Нормально. Меха... Не, Вавилону не хочу. Давайте брату-американцу. Пуп-па... Пуп-па... да это это легко упадет это легко упадет тут стоим лечимся лечимся блин дорога не про не прошла жалко ладно тут стоим лечимся следующим ходом узнаем много ли у нас нефти так все надо железную дорогу вот куда эти перевести убили все-таки они 7 провинции варварские так вот тут бы я уже подождал весь наш флот чтобы с этими варварами толпой разобраться могу сразу производства на трюфелях там и кто-то дает видимо да блин может купить его просто надоело здесь одно и то же делать кстати пригород тоже можно построить вот здесь давайте не тут покруче клин но тогда вот тут не ну аркана не уже не отобьет даже требушет притащил не поможет думаю это баку ром может стереть просто не железо просто самому надо для железной дороги ну как-то он тут не в тему стоит мне не нравится там вот корея сверху осьтею но как-то слабенькая кажется основные войска все-таки рим против меня пускает о религиозная агрессия блин ну я бы против проголосовал наверх это ну там довольно легко будет исполнить давайте попробуем так 10 голосов но слава богу они войну не объявляют если пройдет этот кризис плюс 34 кто там так салай а почему все голосовали вообще ладно инжиниринг из и арте дарак вот тут меня интересует наличие нефти у меня город прямо на нефти стоит ребят нам повезло нет не город пришлось у нас что-то на нефти прямо веду прямо на нефти еще у нас только один источник вот у цезарии но это не у меня это еще захватить надо в пустыне нефти нифига нету все так я и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам нужны воздушные шары Ну и авиация Плюс Блин, хрен пройдешь везде Возможно мир, я так не помню, чтобы у меня так долго не было Этой кругосветки и последнего встреченного кого-то Потому что, несмотря на то, что Ну, уже довольно развиты Я, конечно, уже очков эпохи перенабрал Блин, а чего я ушел? Я там мог предприятие поставить, блин Сейчас пока не буду продавать свинину А, знаете, что я хотел посмотреть еще? Как у нас С монополиями Мед и ртуть монополия И шелк монополия И меха монополия Я должен довольно так нехило Туризму, кстати Из-за этого иметь Так, а мне там сейчас линейных пехотинцев Блин, блин Что-то больно А нафига у него в этом озере столько кораблей Вы видели? Нет, кровь Даже кровь мученика нам не нужна Нефть Мы даже За нефть кровью мученика платят Нормальные вообще Нафига у него здесь Две каравеллы и квадрирема Компьютер Брейн Биг Брейн, как говорится Открыли мобилизацию Да, плюс пять От Авраама Линкольна Осталось Наверное, опнуться надо сначала Не сильно важно город захватить А вот Ну просто я его удалю А вот Чтоб не потерять линейных пехотинцев Это важно Как бы не убили все равно этого чувачка Блин, не удалось золото из Рима украсть Друзья, давайте в этот захваченный город Посадим точно Всех губеров назначили Сейчас еще Сейчас еще армии подтянутся у меня здесь Мне бы, конечно, еще Может стандартизацию сначала Если стали варенья, я все равно открою А потом вот стандартизация до авиации Все это апнуть В каске Блин, реально нечего строить в городах Так, можно, конечно, сменить Содержание юнитов в 50 Плюс один к перемещению Да У вас салыш Он еще рационализм Плюс 15 Может мне уже Нет, хотя я хочу веру Веру я хочу Счастья нам не надо Нет Да Давайте содержание юнитов Ну нормально 50 вообще монет в ход А я так и не купил тут древние стены Странно Я думал, они не работают Потому что, типа Город атаковался раньше Типа они восстанавливаются Блин А тут почему тогда не появились? Кстати, энергия аж Достает Теперь проверю Что за счет Мехико Да, блин Да, видите Тут не достал одну клетку Теперь дальше Работаю Даже до арпи Она достает Пока энергия Нормально Может и средневековые стены Прям купить Ну блин Он же не берет То есть они будут чуть сильнее Да не Тут жалко уже тратить Катя Священное место В этом городе Будет огонек А поэтому еще Одна из причин Почему я именно Рим захватываю Потому что он тут в тундре У меня как раз Священные места На это дело Так, куда дальше СМИ Колониализм Опера и балет Пожалуй Колониализм Так, ну Серия долгая Я думаю На этом завершим Продолжение Завтра Если вы спонсор канала То можете поискать Прямо сейчас Во вкладке сообщества Большое спасибо Спонсорам За поддержку Ну а всем остальным Лайкосики Комментосики Чтобы я радовался Тому, что вы смотрите Это все дело Ваши впечатления Как тут все проходит Все-таки Хорошо, чтобы в таком Тяжелом месте Появились Интереснее Немножко имбовая Это способность Что нам армию дают Просто так За строительство Промышленной зоны Поэтому у меня такая Огромная армия У меня бы по-другому не было Но в любом случае Продолжение завтра Спонсора канала Поищите уже В В Плейлисте Специально для вас Созданном На этом все Играйте в умные игры Слава Украине Живи Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok